МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2012-й. На исходе. Землю вновь охватила эпидемия. Но не птичьего гриппа. Сегодня страшится человечество. Амутнинский синдром шагает по планете. Жители Амутнинска, небольшого городка в Кировской области, смели с полок магазинов все. Спички, свечи, соль, тушенку, гречку. И прославились на весь мир. Чему берут спички и соль? Берите консервы, тушенку, рыбу. Если конец света готовить не на чем, все равно будет. Это у тех, кто не верит в конец света, разум помутился, решили Амутнинцы. В России апокалипсис с пустыми руками встречать не принято. Ну, знаете ли, мне кажется, веревки и мыло достаточно. Веревка и мыло в судный день – предметы первой необходимости. Томские предприниматели все нужное для встречи конца света уже собрали в один пакет. Подарочный – выживи сам и помоги спастись ближнему своему. Входят целенаправленно и говорят, а это правда? Мы говорим, да, правда. Смотрят, читают, что входит в состав сзади. Ну, там на дурточке есть. Вечером приходят, покупают кто-то по пять штук, кто-то по семь, кто-то по одному. На сибирский набор из Москвы смотрят с насмешкой. Василий Макогон, лидер российского движения выживальщиков, знает – не гречка, единый жив человек. В настоящем тревожном чемоданчике – 50 предметов весом в 15 килограммов. Елена, в первую очередь, да? Средства для розжига огня, охотничьи спички, сухое горючее. Набор батареек, одежда различного типа, запас питьевой воды, карта местности, сухие супы, например, да? Аптечка, полный набор, патроны и оружие. Василий знает, если прозвучит тревожная сирена, большинство людей будет в панике бегать по квартире, собирая документы и ценности. Время экстренной эвакуации с готовым чемоданчиком – пять минут. Но куда бежать, если всадники апокалипсиса уже у порога? Вариантов несколько. Можно не спорить с судьбой и взять билет в один конец. Туда едут именно на конец света. Едут очень много людей из других стран, из США, из Европы. То есть сейчас билеты вообще-то уже не купить. Можно улететь, но только бизнес-классом за большие деньги. Умирать так с музыкой. На родине пророчества в Гватывале и Мексике потомки индейцев майя устроили для туристов красочное представление. И растолкуют подробнее, какие еще тайны хранит древний календарь. Хороший рекламный повод, который, по большому счету, при грамотной раскрутке, может послужить значительному росту и увеличению туристического потока в Мексику. Впрочем, и у себя на родине совсем не будут скучать жители Крыма. Пик апокалипсиса они собираются переждать в тоннелях советского винзавода с символичным названием «Новый свет». И пусть там конец света, хоть цунами, хоть там гром гремит. Очень большое пространство. То есть туда же можно и погулять, пока там все будут погибать. А мы здесь такие... Можем пройтись, поспать, выпить. Огромные тоннели для выдержки шампанских вин построил 135 лет назад русский винодел князь Лев Голицын. Сегодня они выглядят как декорации к сатанинскому балу, но уже не раз служили утешением тем, кому и свет был немил. Мы жили революцию, две войны, здесь укрывались люди во время Великой Отечественной войны. И жили здесь и без хлеба, и без воды, именно на шампанском. И серьезные два толчка землетрясения 1927 года, которое было в Крыму. Поэтому нам не страшны ни падение метеорита, ни взрыв ядерной бомбы, потому что в этих тоннелях можно пережить любой конец света. Поселиться в винном погребе можно по сходной цене, а вот личный бункер на приусадебном участке обойдется минимум в 9 миллионов рублей. Такие сооружения заказывают в основном жители коттеджных поселков в районе Рублевского и Новорижского шоссе. В канун судного дня клиенты стали особенно привередливы. А что если? Если будет глобальный потоп, если вода поднимется на тысячу метров, или если в планету астероид попадет и разорвет ее пополам. Здесь мы сразу объясняем людям, что задача убежища, задача бункера это несколько другая. Это не спасение, это не капсула выживания, это не ноя в ковчег. Биометрическая система доступа, вентиляция с военными фильтрами очистки воздуха, автономное энергоснабжение. В самом крупном из построенных бункеров 100 человек могут прожить около года. Помимо запасов топлива, помимо запасов воды, там еще есть и запасы еды, и медикаментов, и средств индивидуальной защиты, потому что рано или поздно надо будет выйти из убежища. Тогда двери бункера распахнутся, а там... Никто не выживет, только хрыские бомжи выживут. Для них каждый день, как генеральная репетиция конца света. Искусством выживания всего за 100 рублей готовы поделиться пермские бездомные. Ну, вначале мужики принесли дров, водички принесли, костерчик разожгли. Я пока приготовлю покушать им. И вот так вот весь день. А вечером просто, что, опять напили, сяду и спать плекли. Доход стабильный. Тысяча рублей за два дня. Программа мастер-класса нехитрая. Откуда взять еду, если денег нет? Как омолаживает кожу умывание снегом? Как заснуть на улице в мороз и не замерзнуть? Взять на мусорке картон. Лично у него. И картоном вам накрыться. Чтобы из тегов не привалило. Предложение на рынке апокалипсиса есть для тех, кто в конец света верит, но спастись не надеется. Украинские бизнесмены лихо торгуют VIP путевками в ад и рай. В ад дороже. Там атмосфера погорячее. В России ажиотаж на купонном сервисе. Индульгенция со скидкой в полцены. Грехи отпускает итальянская католическая церковь. 500 штук по 500 рублей. Именно для России. Пользовалась она очень большой популярностью. То есть мы в течение недели продали больше 400 купонов и готовились к завершению акции. Но нам пришлось ее прекратить. Дидос атаки на сайт – угрозы обвинения в мошенничестве. Рекламная акция едва не обернулась реальным концом света для владельцев интернет-портала. Прямые угрозы людей, которые собрались возле здания офиса. И так недружелюбно настроенных. Вот нам тогда в тот момент стало страшно даже не за сайт или работу или еще что. Просто мы все люди и нам страшно, если кто-то возьмет и надает по лицу. Мы не готовы одну щеку подставлять и вторую следом. Продажу индульгенции прекратили, деньги вернули разочарованным грешникам. А вот любители азартных игр вряд ли получат назад свои вложения. С букмекерской конторой можно поспорить только на то, что предсказание «Майя» сбудется. Большой поток ставок где-то за неделю до события. Потому что игроки пользуются ставками, которые рассчитываются сейчас, чтобы получить сразу же выигрыш. Ставите 100 рублей – получаете в 2012 или в 666 раз больше. Если, конечно, выживете. Оказалось, что россияне делали ставку на конец света не только в букмекерских конторах. Депутаты встревожены экономической статистикой. Люди начинают неадекватно себя вести. Не отдавать кредиты, давайте дождемся конца света. Или набирать кредиты перед концом света. Когда мутницкий синдром пробрался и в думские коридоры, комитет по науке вынужден был вступить в полемику с мудрецами «Майя». С научной точки зрения, в декабре 2012 года никакого конца света не будет. И это невозможно. Никаких предпосылок ни в природе, ни в общественной материи нет. И пока одних людей страх пророчества загоняет под землю, другим напряженное ожидание конца мира придает смелости. Единственный плюс от всего этого – это люди стали чаще признаваться друг другу в любви. Апокалипсис не сегодня. Кто-то прилагал все усилия, чтобы пережить конец света. Нажиться на нем удалось самым предприимчивым. Следующая дата конца истории намечена на 2021. По расчетам ученых, в это время северный и южный полюсы Земли должны поменяться местами. Такая инверсия может погубить большую часть человечества. Но что-то подсказывает, что не у геологов и экстрасенсов нужно искать ответ на вопрос, станет ли эта дата событием, как 21 декабря 2012-го. Спросим об этом у маркетологов и специалистов по рекламе. Редактор субтитров А.Семкин